всем привет сегодня с вами виллисов иван в общем у меня тут ремонт идет полным ходом но чуть-чуть расскажу сейчас попозже сейчас в общем о том что случилось компрессор этот мой собранный из холодильника из зила и стиральной машины и еще из какой-то матери тут даже амортизаторы от приоры задние есть работала работала в общем все я тут продувал шлицы на болтах на всякой фигне в очередной раз поставил накачивать как помню на манометре давление было три атмосферы я такой сижу себе там раскручиваю никого не мешаю как она простите меня пи***ло что в ушах звенит до сих пор я думаю и слышу воздух пошел ну как бы почему-то порвало вот этот шланг почему его порвало давление было всего-то там три три с половиной атмосферы получается этот шланг у меня идет вот подача воздуха идет в маслоотделитель и через маслоотделитель выходит уже вот этот шланг ресивер в общем шланг порвало во все шланги подул везде все продувается нигде ничего не заткнуло нигде никаких пробок нету почему-то порвало шланг у меня в ушах звенит до сих пор а здесь я разбираю это хусвар на 365 и в общем поступила она с жалобой что не заводится как бы бензопила отпахала 8 лет и на ней на ней надо поменять кольца кольцо вернее поршневое оно здесь всего одно и в общем я сейчас снял глушитель через выхлопное окно заглянул внутрь цилиндра в общем вроде видно что кольцо там аж его залезала там алюминием в общем можно я думаю назвать хотя это будет наверное не совсем правильно что кольцо залегшие поэтому нету компрессии поэтому не происходит всасывание топлива и соответственно бензопила не работает я кстати вот не думаю что здесь разбиралась и снималась что-то на этой бензопиле но отсутствие в общем-то нагара такого прям обильного то выхлопной трубе что выхлопном окне за 8 лет как хозяин говорит она проработала за восемь лет это хорошее очень довольно таки значит масло использовали и длили в нужных пропорциях что потому что обычно рядовой какой-нибудь бензопилы здесь нагара столько что окно почти полностью зарастает к тому времени когда уже там приходится что-то лезть у нее ремонтировать здесь все нормально подошел сейчас посмотреть температуру что-то натопилось просто сижу рядом с печкой меня довольно таки жарко и в общем наверное была очень плохая идея повесить и градусник термометр привет тебе виталия плохая наверно была идея повесить термометр здесь рядом с печкой потому что в гараже у нас плюс 45 вот здесь вот рядом с печкой то есть вообще тут очень тепло надо будет куда-то чуть чуть подальше перевешивать потому что это в общем-то очень неправильная температура ну в общем то что и следовало ожидать стороны впуска если здесь все как-то более-менее нормально и на цилиндре тоже со стороны выпуска все уже совсем не так радужно задиры кольцо зажатое поэтому и не было компрессии сейчас сниму поршень и посмотрю на состояние коленчатого вала в общем разобрал дефектовал убрал на полку ну в общем поршневую надо менять по моему мнению потому что на ней вот здесь довольно таки сильные задиры вот их частично видно ну и поршень соответственно тоже со стороны выпуска весь задранный кольцо пока я вытаскивал сломал потому что она была здесь зажата с этой стороны поршень вообще абсолютно как будто новый с этой стороны все не так радужно хотя бросаю поршень цилиндр и он аккуратненько под собственным весом падает если нажать на кнопку декомпрессора то он будет падать чуть быстрее то есть как бы в принципе может быть будет достаточно поменять только поршень с кольцом может быть даже будет работать но надо посоветоваться по этому поводу с хозяином потому что я не знаю какие у нас здесь цены они могут очень сильно отличаться от тех что я нашел в интернете но как бы один из самых дорогих интернет-магазинов это скутер zip там есть запчасти для этих бензопил и там я посмотрел оригинальная поршневая стоит 14000 14000 карл поршневая на бензопилу за 14000 можно на жигулях мотор откапитались а это бензопила не оригинальная поршневая стоит 2 700 где-то 3000 но надо смотреть по факту то что у нас в магазинах может быть гораздо дороже а вот если покупать только поршень кольцо палец то можно уложиться в тысячу рублей вот запчасти кстати приехали диск задний на honda dio 27 такой даже бодрячком крыльчатка обдув большая половинка маленькой видимо не было воздушный фильтр такой страшненький какая-то дырка непонятного происхождения но в крайнем случае запаять можно в общем будем собирать honda сейчас бензопилу доделаем если больше пока работы не будет будем honda делать вот так вот моторчик уже полноценно выглядит не то что до этого и так прошло два дня вчерашний день я посвятил покупки новый поршневой они чуть-чуть попозже сейчас расскажу еще купил сальники коренные и изготовил вчера два съемника с покажу какие для того чтобы открутить сцепление плату и для того чтобы снять маховик для того чтобы снять маховик изготовил такой съемник классического типа по сути как бы прикручивается как и везде как и всегда прикручивается и выталкивается значит маховик здесь заслуживает отдельного внимания у него вот это место типа шпонка но это шпонка она сделана точно также из алюминия заодно вместе с маховиком то есть необходимо уделять внимание чтобы гайка вот здесь была хорошо затянута потому что если она будет не затянута то эту шпонку алюминиевую срезать вообще как нефиг делать с другой стороны если эту шпонку срежет то ничего страшного на этом же месте просто можно надфилем грубо говоря пропилить паз и поставить сюда обычную стальную шпонку но тогда уже если сорвет последствия будут более плачевными так и для того чтобы открутить сцепление я пожертвовал головкой на 27 но в принципе не жалко потому что она была честно спина в армии сделал ее вот такой изуродовал как бог черепаху и собственно сцепление таким образом вставляется и откручивается откручивается по часовой стрелке потому что резьба здесь левая так но это пожалуй как бы все наверное что нужно знать об этом в принципе больше тут ничего сложного в разборке этой бензопилы нету в общем работа снова встала встала потому что нужны прокладки половинок я изначально не думал что мне придется половинить бензопилу я все-таки надеялся что сальники можно заменить как-то как-нибудь так их как бы их действительно можно заменить но в общем я олень добрый день я про косячил с правым сальником и забил его глубже чем нужно как бы с левой стороной это в принципе как бы ну тоже нежелательно но не так критично а здесь это критично потому что как вы видите здесь стоит сейчас втулка и как бы сальник непосредственно своей кромкой не контактирует с коленчатым валом а контактирует вот с этой вот втулкой и если сальник забить хотя бы чуть-чуть глубже чем он должен стоять то есть он своими кромками не сможет на эту втулку лечь потому что упрется в подшипник то есть там места совсем нету посадочное место этого сальника миллиметра 3 примерно шириной и сам он тоже миллиметра 3 слева забить чуть глубже он проваливается обратно его соответственно вытащить можно только разобрав пилу полностью выбив подшипник и тогда уже можно достать сальник ну то есть не повредив его отваливать просто 500 рублей еще из своего кармана за новый сальник не очень то и хочется поэтому пришлось пилу разобрать полностью прокладок есть нафиг у меня нету завтра придется ехать за ними в магазин и уже собирать его до кучи по поводу поршневой поршневая коробка стоит уралбензотех точка ру там написано сайт в общем что хочу сказать по поводу поршневой вот если на нее так издалека смотреть ну поршневая поршневая а вот если вот смотреть уже чуть-чуть поближе то это тихий ужас на самом деле как бы сначала о цене том магазине где я покупал в общем я рассчитывал тысячи на четыре где-то на три с половиной вот так то есть за дубликат это поршневая стоит 1400 всего как бы 1400 рублей в том же магазине оригинал стоит там 13 с чем-то с копейками как бы ну хозяину оригиналы покупать совсем не интересно потому что за 13000 он в общем то может купить новую бензопилу попроще как бы ну и пришлось взять то что было в общем но в принципе по окнам по зазорам в общем по таким параметрам которые влияют там на мощностные характеристики на ресурсные характеристики не знаю но в общем вроде бы она там плюс-минус такая же как и оригинальная поршневая вот она лежит как бы на этом сходство в принципе заканчивается более похабно сделанный поршневой я не видел ни разу то есть это как бы я сейчас ее тут бормашиной попилил там сям маленько все неровности убрал облой вообще был вот везде где только можно вот здесь сейчас я покажу родную поршневую то есть как бы вот посадочное место подсвечу здесь она как-то выфрезерована но как-то сделано так аккуратненько здесь как бы вот все так более-менее цивильно облоя почти нету но как бы он минимален в любом случае там стык на форме какой-то есть и он проступает на детали при отливке здесь то есть вот такая вот фрезеровка здесь вот такая вот уродская фрезеровка это я здесь еще поснимал фаски вот здесь вот везде вот здесь между ребрами была стружка застрявшая алюминиевая повытрясал ее оттуда здесь снял фаску тут вот в этих как бы но в принципе это на скорость не влияет грубо говоря но как бы некрасиво вот здесь вот облой был но бугор такой шел миллиметра два достигая высоту маленько так по убирал боркой здесь все окна продувочные тоже все это было какое-то страшно кривое сейчас не особо ровно и было вообще ужас ну в общем но как бы за 1400 по сравнению с оригиналом 13 то что стоит как бы но блин не знаю за 1200 продаются там на китайские скутеры поршневые но они лучше выглядят в общем не знаю с бензопилами видимо политика у производителей какая-то чуть-чуть другая что касается разборки половинок я сначала подумал что вот здесь вот есть вот три отверстия в них резьба м4 я сначала по наивности своей подумал что это отверстие под съемник вот такой тоже как бы типа шайба с тремя равноудаленными отверстиями посредине большой большой болт который упирается упирается в вал и стаскивает половинку я думал она не так сильно сидит в общем посмотрев видео в интернете там используется при разборке такая струбцина почти размером такая же как сама бензопила где этой струбциной снимают там человек по имени илья вроде бы зажал эту бензопилу в тиски и упираясь там чуть ли не ногами в стол скрутил эту струбцину стягивая половинку и я такой посмотрел и подумал да какая там нафиг резьба м4 она не выдержит никогда такой нагрузки сделал я чуть-чуть по-другому подогрел вот эту половинку аккуратненько молотком через проставку в коленчатый вал выбил принципе снялось довольно легко и так день следующий прокладки куплены двигатель половинки его обратно собраны в общем все хорошо как по мне самая трудная часть сделана как бы ничего сложного нету для того чтобы хотелось чуть-чуть полегче вот эту половину то с нее снял то есть там масло насос но это еще раньше со снялось в общем все что могло расплавиться все что могло загореться снял положил вот эту половину прям на плиту на печь и в общем она подогрелась где масло оставалось масла так дымок пошел от него подогрелась ее в общем все отделась прекрасно подшипник оделся на коленчатый вал свободно уже не крутится потому что сальники стоят мешают вращения но как бы чуть тут с торца ударил тут с торца ударил между щек зубила чутка ударил и все вал закрутился то есть сначала когда я собрал, стянул болтами половинки вал не крутился, ну вернее крутился но очень туго, сейчас крутится в принципе нормально здесь еще уже собран механизм маслонасоса, собрал здесь механизм тормоза цепи, попутно его отремонтировав, потому что здесь вот есть такой штифт, вот его видно правда уже замазывал все солидолом как рекомендует мануал в общем, вот здесь стоит штифт, и он был туда вперед загнутый, и соответственно как бы ручку эту, хоть зашевелись она никак не реагировала то есть вот эта пружина она не затягивалась и не стопорила сцепление, здесь сейчас это все закрою крышкой, обдул ее я вот кстати недооценивал до вот этого момента, недооценивал компрессор как бы в плане вот грязи сшибания деталей, конкретно бензопилы поскольку здесь нету как бы такой застаревшей грязи засохшей, окаменевшей, здесь как правило опилки в перемешку с маслом и с пылью и это все такое вот оно то есть там, грубо говоря, вот пальцем счищается то есть без каких-либо особых проблем а сжатым воздухом, когда дует 6 атмосфер как бы вообще замилу душу то есть вот эта деталь, она была вся засранная буквально несколько секунд потока воздуха на нее и она стала почти чистая можно устанавливать ее на место по поводу зажигания я в одном из своих видео рассказывал, как выставляется а выставляется здесь зазор между модулем зажигания и протором для того, чтобы этот зазор выставить необходимо взять модуль зажигания и альбомный лист А4 в данном случае здесь маховик выставляем той стороной с которой магнит находится и подкладывая лист бумаги сюда магнит устанавливаем он при этом демагничивается но у нас есть зазор в виде листа бумаги и прикручиваем на крепежные болты странное видео получилось начиналось как бложек заканчивается как мануал по ремонту и выдергиваем лист бумаги и все, у нас здесь зазор ничего не цепляет это у нас брякает сцепление ничего не цепляет и зазор минимален тут еще, как вы, наверное, заметили есть вот такая вот проблемка в виде оторванного провода это сейчас нужно будет подпаять здесь хозяин заменял кусок провода я не знаю, каким образом он у него оторвался хозяин здесь, говорит, менял кусок провода и, в общем, все равно с кнопки пила не глушилась этот провод при замыкании на массу выключает, в общем-то, зажигание и он говорит, восстановил вроде бы но почему-то она все равно глохнуть не хотела с кнопки надо будет тоже разобраться ну все, в принципе, пила собрана я ее уже сейчас запускал, возможно, по смогу заметно в общем, все работает холостые держат даже ничего регулировать не пришлось завелось, в принципе, с первой попытки ну, как бы, не с первого рывка а именно, как бы, с первой попытки запустить ее и, естественно, пришлось ее немножко подергать там раз 10, может быть, даже меньше, по-моему пока она топливо накачала и, в принципе, запустилась и заработала сейчас попробуем отпилить он там чурку вниз положил конечно, такой пилой надо чурки побольше пилить но к чуркам побольше надо через сугробы лезть не хочу включаем зажигание лезть нечурки лезть нечурки лезть нечурки лезть нечурки про части Можно еще попробовать работу цепного тормоза. А вот и я впервые в этом видео. В общем, все, пила готова, ее можно отдавать хозяину. И хотелось бы пару слов сказать о причинах произошедших. Потому что глупо менять запчасти, проводить какой-то дорогостоящий ремонт, не разобравшись при этом в причинах. То есть я сейчас на примере даже этой же самой пилы приведу пример. Я мог бы просто на ней поменять поршневую. То есть у нас в двигателе повреждено что? Поврежден поршень, повреждено кольцо, поврежден цилиндр. Допустим, я не разбираюсь в причинах, просто покупаю и ставлю новую поршневую. И через очень короткий промежуток времени мне эту пилу принесли бы 100% обратно. Теми же самыми симптомами из точно так же задранной поршневой. Причиной же произошедшего является перегрев ввиду имеющегося в двигателе подсоса воздуха. Подсос воздуха был, ну так прям конкретно, в подсосе воздуха спалился именно правый сальник. Что касается левого коренного сальника, там тоже кромка была мокрая. Но что касается правого, там после того, как я вытащил старый сальник, на валу осталась кромка от этого сальника. То есть просто уже от времени, от старости этот сальник стерся, сработался и стал через себя пропускать воздух. Произошел подсос воздуха. Почему это перегрев ввиду подсоса воздуха, а не там допустим недостаточной смазки, либо там каких-то экстремальных условий работы? Потому что задиры только со стороны выхлопа. Соответственно, как бы выхлоп у нас более термонагружен. Плюс подсос воздуха, все это подогревает еще сильнее. И соответственно, получили то, что получили. Таким образом я поменял сальники, прокладки и поршневую. И теперь все предположительные причины выхода двигателя из строя устранены. Не знаю, сколько оно проработает на такой поршневой, потому что, честно говоря, вид этой поршневой не внушает никакого доверия. Но, в принципе, за такую цену 1400 рублей против 13000 за оригинал. За такую цену, в принципе, можно поршневую менять и почаще, чем раз в 8 лет. На этом на сегодня все. С вами был Виллисов Иван и Хусуарна 365. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока!